Всем доброго времени суток. Меня зовут Ева Лехцер. Рада вас приветствовать на своем канале. В данном видео хочу вам предложить расклад на тему, окажут ли мне помощь в данной ситуации. Такой запрос поступил от вас в комментариях. Касаться может он абсолютно любой сферы, как рабочей, финансовой, либо личных отношений. Суть вопроса заключается в том, что вы можете загадывать конкретную персону, конкретного человека, да, с позиции того, поможет ли вам человек, скажем так, в разрезе данного вопроса. Работать мы сегодня будем в втором. Хэллоуин, сладкие сумерки. Выложив всего 8 позиций, ваша задача настроиться на расклад, выбрать либо ту карту, которая на вас смотрит, либо заранее продумать и загадать себе один из 8 вариантов. Такой кратенький экспресс-втосклад, который, надеюсь, поможет вам разрешить какие-то моменты. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, и восьмой варианты. Так, даю вам несколько секунд, надеюсь, вы уже определились. Ну и давайте смотреть. Для тех, кто выбрал первый вариант, окажут ли вам помощь? К сожалению, нет, потому что здесь человек четко уйдет от ситуации ответственности, либо, видите, отвернется от вас в какой-то критической, кризисной ситуации, чего бы это ни касалось, то есть личной сферы, денежной, рабочей, в целом взаимоотношений. И вы здесь останетесь один на один с решением своих проблем. Потому что восьмерка кубков – это сама по себе карта ухода. Ситуация изоляции, когда человек осознанно уходит от какой-либо преграды, либо, ну, скажем так, решения каких-то трудностей. Поэтому здесь, к сожалению, вы останетесь один на один с этой проблемой, без помощи именно этого человека. Для тех, кто выбрал второй вариант, окажут ли вам помощь? Ну, смотрите, здесь падает карта правосудия, однозначно, и, скорее всего, для многих это будет касаться именно юридических вопросов, то есть в каком-то юридическом аспекте. Здесь на помощь вы можете рассчитывать. Причем помощь будет высоко квалифицированная. И, скорее всего, помощь будет оказана именно вам в правовом аспекте. Ну, в плане консультации, либо связи, либо какого-то содействия, которые могут, помогут вам решить какие-то судебные споры, либо в целом какие-то судебные разбирательства. Так что здесь вы можете не переживать. Итак, для тех, кто выбрал третий вариант, окажет ли вам помощь задуманный человек? Нет, к сожалению, нет. Потому что, знаете, как я говорю, воды много льет, а мало делает. Четверка мечей – это карта пассивного ожидания. То есть здесь человек много вам наобещает. Видите, как много воды. Но ничего не будет делать для решения вашей ситуации, решения ваших проблем. Поэтому, к сожалению, на помощь этой персоной вам рассчитывать не приходится. Для тех, кто выбрал четвертый вариант, окажет ли вам помощь и содействие? Ну, по пятерке жезлов – это, как правильно вам сказать, ситуация борьбы, ситуация конкуренции. Но вместе с тем это может быть борьба против вас. Как за вас, так и против вас. Давайте удачнем все-таки эту карту, чтобы нам ситуация была более ясна. Окажет ли вам содействие в текущей ситуации? Загаданный человек. Смотрите, паж мечей – это карта прощупывания ситуации, сбора информации. То есть человек для вас здесь окажет помощь не конкретным делам, а вот каким-то советам. Потому что паж мечей – это карта ментального плана. То есть человек может проанализировать ситуацию, дать вам дельный совет, либо подсказать путь выхода и решения этой нестандартной проблемы. Поэтому здесь, скажем так, будет помощь не делом, а словом. Но вместе с тем, понимаете, понять какое-то направление, определить его, тоже является немаловажным. Для тех, кто выбрал пятый вариант. Окажет ли вам помощь и содействует тот человек, которого вы загадали? Здесь однозначно могу сказать, что да, потому что ту спинтакли – это карта больших перспектив, шикарных возможностей. Это карта стартапа, обновления. Это, знаете, по-моему, это же в большей степени будет неожиданно. То есть вы на него можете не рассчитывать, а человек, вопреки вашим ожиданиям, действительно сделает для вас какое-то доброе дело. Поэтому здесь можете смело просить, стучить и вам откроют. Это именно про ту спинтакли. Чего вам искренне и желаю. Для тех, кто выбрал шестой вариант. Окажут ли вам помощь и содействие? Однозначно нет, потому что здесь сам человек какими-то обстоятельствами, какими-то вещами связан по рукам и ногам. Все, что здесь может в этой ситуации произойти, какая помощь с его стороны, это какая-то его подсказка, либо посмотреть на… либо совет посмотреть на ситуацию по другим углам. Либо человек скажет вам свое видение ситуации. И, возможно, вам это поможет в решении вашей проблемы. Но именно своими действиями, какой-то вот именно в материальном аспекте, либо в решении вопросов нет. Потому что здесь четко по карте решение проблемы должны принимать вы. Вы должны находить выход из этой ситуации, обдумывать, делать какие-то выводы, ну и, собственно, ее решать. Для тех, кто выбрал седьмой вариант. По седьмому варианту. Но ситуация сомнений, потому что здесь человек в раздумьях. Стоит ли овчинка выделки? Либо сама по себе такая ситуация, знаете, как я говорю, и вашим, и нашим. Человек здесь, понимаете, у него сомнения по поводу того, насколько ему это надо. И надо ли ему это вообще? Чем для него это может обернуться? Помощь вам. Поэтому, если вы здесь рассчитываете, что человек бросится вам помогать, ну, не рассчитывайте на это. Потому что, если вы здесь не покажете человеку какую-то выгоду в этом контексте, никакую помощь он вам не окажет. И для тех, кто выбрал восьмой вариант, окажет ли вам помощь, будет ли окажено содействие? Однозначно да. Для многих помощь может быть магического плана, оккультного. Для кого-то это ситуация чисток, для кого-то это привороты, для кого-то это порча, для кого-то, наоборот, снятие негатива. Если это не касается оккультных наук, то по карте маг это помощь высококвалифицированного специалиста, которая не только вам поможет увидеть, да, корень проблемы, но и однозначно поможет вам ее решить. Надеюсь, так это у вас и случится, так и произойдет. Вот таким вот вышел расклад. Надеюсь, для вас он был информативен. Отписывайтесь, пожалуйста, в последствии в комментариях, насколько полезны для вас расклады, как они у вас проигрываются. Пишите пожелания для новых раскладов. Если, скажем так, у меня будет возможность и время, обязательно их запишу. Я искренне благодарю вас за внимание. С вами была Ева Лехцер и до новых встреч!